Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Equilon Pro. Сегодня я хочу вам рассказать про проект энергоэффективного дома под названием Солнечный. Этот дом имеет простую форму, оптимизирован по расположению согласно сторон света, имеет оптимальный наклон южного ската кровли для установки солнечной электростанции мощностью 15 кВт, которая может произвести до 16,5 тысяч кВт в год. Этот дом оптимально утеплен согласно стандарту пассивного дома. Несущие стены газобетонный блок 375 мм и сверху он утеплен материалом концерна баз неопор толщиной 300 мм для минимизации всех теплопотерь. Коэффициент теплопередачи у стен 0,083 Вт на м2 К. Коэффициент теплопередачи кровли 0,104 Вт на м2 К. Теплопроводность пола 0,189 Вт на м2 К. Коэффициент теплопередачи окон 0,74 Вт на м2 К. Такое утепление позволяет этому дому потреблять на все нужные, включая отопление, кондиционирование и бытовую энергию до 7,5 тысяч кВт в год. И для такого дома достаточно теплового насоса мощностью в 3-4 кВт по теплу для его отопления и снабжения горячей водой. Поэтому данный дом может не только минимизировать затраты энергии, но еще и зарабатывать от продажи электроэнергии от солнечной станции около полутора тысяч долларов в год в зависимости от места расположения вашего региона. Это происходит в том случае, если вы продаете электроэнергию по зеленому тарифу. Давайте теперь посмотрим на планы этого дома. На первом этаже расположен просторный тамбур, он же прихожая с удобным шкафом. Сделать из тамбура прихожую позволяют очень хорошо утепленные входные двери. После того, как мы разделись, мы попадаем в коридор, который смежен с гостиной. Отсюда же мы можем попасть в кухню, которая при надобности может быть разделена перегородкой для отсечения запахов и процесса готовки, если это требуется. Также на первом этаже расположена большая котельная, в которой располагается тепловой насос, бак теплоаккумулятор, Рекуператор приточно-вытяжной системы вентиляции, может быть расположен бойлер для подключения солнечной гелиосистемы на ГВС. Также на первом этаже находится небольшой санузел с душевой кабиной и спальня или кабинет, в зависимости от того, какой у вас образ жизни, кто живет с вами. На первом этаже удобно жить пожилым членам семьи. Поднявшись на второй этаж, мы можем попасть в просторный санузел с угловой ванной, небольшую кладовую площадью 3 метра квадратных и 3 спальни площадями 12, 14 и 16 метров квадратных. Общая площадь дома 119 метров квадратных. Скат кровли расположен таким образом, чтобы минимизировать попадение летнего солнца, которое нагревает комнату, и позволить зимнему солнцу попасть через большие окна и нагреть комнаты первого этажа. Для солнцезащиты комнат второго этажа используются наружные жалюзи, которые закрываются при надобности. Также для закрытия террасы дополнительно служит выдвижная маркиза. Задняя часть дома с минимальным количеством окон ориентирована на север и является буфером от холодного зимнего ветра. Вход в дом расположен с бокового фасада через небольшое крылечко. Друзья, расскажите в комментариях, что вам понравилось в данном проекте, какие коррективы вы хотели бы внести, чего не хватает. Если вам понравился данный проект, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, обращайтесь к нам за консультациями и предложениями и до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok